29 ноября в зале администрации состоялась четвертая сессия городского собрания депутатов шестого созыва. На собрании присутствовали исполняющие обязанности главы города Корголи Корголиев, председатель собрания депутатов Заги Цалим Дадаев и руководители муниципальных управлений и ведомств. Первым вопросом повестки дня стало утверждение проекта бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Докладчиком выступил Магомед Шахвеледов. Общий объем составляет 1,414,943,000 рублей. И по расходной части на общую сумму 1,429,678,000 рублей. Это значит мы сегодня предлагаем вам принимать бюджет дефицитом на сумму 14,735,000 рублей. Источником финансирования дефицита бюджета это у нас обычно бывает на 1 января следующего года остатки собственных доходов сверхпланового поступления. Мы рассчитываем где-то в пределах до 20 миллионов сверхпланов получить из этой суммы. Мы же дополнительно на второе чтение или в начале следующего года уже на уточнение общей суммы мы дадим. Также в ходе собрания была озвучена информация о внесении изменений в решение собрания депутатов городского округа о бюджете муниципального образования на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Главный специалист юридического отдела Анжела Ошитова рассказала о внесении дополнений в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования. В Казахстане поступило письмо, которое рекомендовало внести соответствующие предложения в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования, а также поступили соответствующие требования с прокурорацией города Казахстан. В соответствии с ними был разработан проект решения собрания депутатов о внесении соответствующих дополнений в данное положение. Следующие дополнения коснулись таких изменений. Членами конкурсной комиссии не могут быть граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе в качестве кандидата, состоящей в близком родстве или свойстве, то есть родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети, супругов и супруги детей, с кандидатом, представившим документы для участия в конкурсе, а также лица, находящиеся в непосредственном подчинении у кандидата. Конкурсная комиссия формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссии решения. Далее начальник отдела организационной работы собрания депутатов Арсен Муртазалиев доложил о том, что ранее в адрес собрания депутатов поступало ходатайство о переименовании улиц в микрорайоне Бамет-Пикюрт. Квартальный комитет микрорайона Бамет-Пикюрт обратился к нам с ходатайством, с собрания депутатов и в администрацию обращался с ходатайством. Значит, Абдурашиду Абуязид, депутат, представляющий микрорайон, плотно занимался тоже этим вопросом, они характеристуют о переименовании трех улиц, первая А, первая и вторая, трех улиц именами, значит, именами прапорщика милиции, кавалера ордена мужества Амарова Тимура Магомедовича, посмертно ему была присвоена награда, значит, первую улицу, первую А, значит, улицы Ункерова Саид Хасана Саида Ахмедовича, ветерана труда кавалера ордена Ленина, и вторую улицу, улицу номер 2, значит, Испайханова Весельпаши Испайхановича, ветерана Великой Отечественной войны, кавалера ордена Красной Звезды, Отечественной войны второй степени. По каждому из вопросов были зачитаны проекты решений, которые были приняты единогласно.